Здравствуйте, ребята. Приветствую вас из солнечной Молдавии. Мы находимся в городе Аргеев. У нас опять новый энергоэффективный дом, но в этом видео мы поговорим про комбинированные окна, что такие комбинированные окна и еще один большой сюрприз от компании ProFontax. Возьмем изначально. Есть окна деревянного вида, есть пластиковые, есть алюминиевые, есть термопластиковые, так назову композитные, они по-другому. И уже после этих четырех видов идут уже комбинированные окна. Комбинированные окна не могут быть дерево с алюминием, может быть пластик с алюминием, может быть алюминий с деревом. Мы встречали статьи, где есть окна, которые сделаны из алюминия, пластика и дерева все вместе. Короче, любой вид окна, который содержит более двух материалов, это называется комбинированные окна. В нашем случае, на данном объекте мы использовали стеклопластиковые окна, это Rehau Geneo, это топовая линейка, флагман, которая есть у компании Rehau, но мы его использовали с алюминиевой накладкой. Вся изюминка этой накладки, если мы посмотрим на сам дом снаружи, как будто кажется, что тут стоит деревянные окна. Почему? Как у нас получилось, все получилось благодаря этой краске. Да, это не ламинация, это краска. Алюминиевые накладки, они бывают двух типов, их либо красят порошковой краской, либо ламинируют, одной из двух. В нашем случае, это порошковая краска, может кто-то сказать, что это сублимация. Нет, ребят, это не сублимация, это порошковая краска, но чуваки, которые красят, они реально молодцы. У них получилась такая структура. Если мы возьмем топовую линейку окон, будь то Rehau, будь то Veko, Shuko или кто-то из них, у них у каждого есть декоративные накладки, которые они обделывают эти окна. У дешевого сегмента или бюджетного сегмента, скажу так, у них навряд ли вы это найдете, по крайней мере мы такого не встречали. По большому счету, никакую противовзломную функцию эти накладки не несут, они несут больше как декоративные элементы, больше как красоту у этих окон. Если мы возьмем, ну это тоже, я могу сказать, что какой-то маркетинговый ход, сказать, что без накладки там окно прослужит 40 лет, с накладкой она прослужит 80. Не могу сказать, у нас только 2 года, как мы с ними работаем, и мы, де-факто, мы их не тестировали на какой-то долгий срок. Слушать продавцов я бы не посоветовал, потому что они продажники не должны продавать. То, что вот эта накладка меняет совсем структуру профиля, это однозначно, потому что, ну посмотрите, как квадратно и круто он выглядит. Если мы посмотрим с улицы, вообще можно перепутать, что это, можно показаться, что это какие-то деревянные, деревянные окна. Из минусов, как я говорил, это ихняя дороговизна, и есть еще один минус, я не знаю, как назвать минусом его, сюда какие-то нестандартные, ты его не поставишь, потому что дренажная система, она сделана снизу, я сейчас вам покажу. Смотрите, вот если вы обратите внимание, тут нету никаких дренажных отверстий, несмотря на то, что внутри они есть. Как работает процесс дренажа? Сюда вода попадает, и дренаж сделан снизу. И что получается, вот в случае, если мы будем поставить камень, мы должны оставить зазор там порядка 5 мм, чтобы вода смогла стекать с камня на улицу. У нас был случай, когда ребята с камня немножко напуршили, сделали такой перепад. Получается, что вода, она не уходит вниз, она уйдет вовнутрь, и это может быть хуже. Совет ребятам, монтажникам. Постарайтесь довести до конца объект, посмотреть, как ребята будут монтировать камни. В случае, когда вы монтируете отлив, жестяной, алюминиевый, без разницы, какой он будет, тогда никаких проблем нету, вода уходит вниз. Есть одно но, в случае, если вы монтируете алюминиевый отлив, ни в коем случае не нужно вытаскивать добавочный профиль снизу и менять его на расширитель, потому что она будет шире, и дренажная система попадет в сам отлив. Я не знаю, смотрели ли вы наши предыдущие ролики, но там есть один ролик, где мы говорим про сам порог на балконную дверь. И вот мы начали уже использовать накладку на сам порог. Для чего это нужно? Посмотрите в предыдущих роликах, вы это найдете. Используя вот эту алюминиевую накладку, что получается у нас с порога? Получается, что она защищает этот сам порог. Фишка в том, что она пошаркается, покоцается, мне так уже страшно, потому что она очень легко заменима и легко меняется. Единственное, вам нужно найти компанию, которая будет, я не знаю, работать хотя бы лет 15, наверное, чтобы, если даже в случае вам нужно будет заменить, чтобы вы нашли компанию с репутацией, которая вам это все заменит. Еще, наверное, к минусам я добавлю, то, что вот на такую красоту нужны специальные маскетные сетки. Сюда не вставишь простые сетки, либо, не знаю, при эстетике, они испортят всю вот эту объемность, всю эту красоту. Про какие сетки нужно сюда ставить, это мы снимем отдельный ролик. В нашей компании там есть порядка 15 видов сеток, и мы нашли именно сетку, которая идеально подходит к этим окнам. Если вам этот видос понравился, не забываем ставить палец вверх, и не забываемся подписываться на наш канал. И до скорой встречи. Пока-пока. Поехали. Поехали.